МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Рад новой встрече с вами. Мы продолжаем наш разговор о сектах. В прошлый раз мы говорили о псевдомедицинских сектах на примере секты Надежды Антоненко. Сейчас мы продолжим наш разговор и поговорим о другой секте, которая также действует на медицинском поле, но является нечто большее, чем просто медицинская секта. Это секта Мирзакарима Нарбекова. Секта Мирзакарима Нарбекова обещает человеку здоровье и счастье. Действует она как сетевая компания или многоуровневая компания многоуровневого маркетинга, которая проводит тренинги и семинары и обещает здоровье и успех. То есть, таким образом, мы видим сочетание из трех видов сект. Это медицинская секта, это психокульт, и мы будем говорить про них отдельно, секты, которые действуют под видом тренингов и семинаров, и коммерческий культ. Коммерческие культы – это такие секты, которые действуют под видом коммерческих организаций, организаций, которые называются многоуровневый маркетинг или сетевой маркетинг. Это примерно одно и то же. Ну и вот, собственно, секта Нарбекова, она объединяет все три направления в себе одной. Сам Мирзакарим Снакулович Нарбеков является уроженцем Узбекистана. Он там родился в 1957 году. И вначале учился в училище, в художественном училище, и даже стал таким художником-оформителем. Потом служил в армии. После армии заочно поступил в Индижанский институт хлопководства. Но не закончил его. Его выгнали после третьего курса. Сейчас Нарбеков называет себя доктором всевозможных наук. А именно, он называет себя доктором философии в области медицины, психологии и педагогики. И также академиком всевозможных академий. Что касается ВАГ, при запросе ВАГ, он говорит, что такого доктора он не знает. Конечно, доктор философии – это вообще-то западная ученая степень, и его присваивают западные университеты. Но нам неизвестен ни один западный университет, который присвоил подобное звание Нарбекову. Что касается академий, в которых он заявляет себя академиком, это Международная академия информатизации, бывшая Московская Мосгорсправка, это Российская энергоинформационная академия и какие-то прочие очень странные заведения, Академия естественных наук и прочие странные заведения, которых развелось очень много. Это все общественные организации, которые плодятся как мухоморы после дождя для тщеславных людей, которые хотят почувствовать себя академиком. Если наша нормальная академия, Российская академия наук, когда человек выбирает член-корреспондентом или членом, она платит даже жалования этим людям, академикам, потому что это действительно интеллектуальная элита нации, то во всех остальных так называемых академиях, в кавычках, люди сами платят за свое членство. И, соответственно, чем больше заплатишь, тем выше статус ты получишь. Также Норбеков заявляет о своем членстве в разных зарубежных академиях, но это примерно то же самое. То есть те академии, на которые он ссылается, это просто обычный офис в каком-нибудь там здании в Нью-Йорке или в каком-нибудь итальянском городе. У него там вроде есть какая-то итальянская академия, которая неизвестна научному миру, но которая за деньги присваивает звание академика. Ну, чем бы дитя не тешилось, то, что называется. Норбеков, прежде всего, известен по книгам. У него книг такое длинное название и весьма характерное, поэтому я их прочитаю. И вот три таких самых известных книги «Опыт дурака» или «Ключ к прозрению. Как избавиться от очков». Продолжение этой книги «Дурака учить, что мертвого лечить» или «Совета здоровья на каждый день». И еще есть третья книга «Где зимует Кузькина мать» или «Как достать халявный миллион решений». Эти три книги вышли в серии уроки доктора Норбекова. Есть и другие книги. Это которые, на самом деле, развивают идеи, высказанные в предыдущих книгах. Вот такие названия. «Энергетическая клизма» или «Триумф тети Нюры» из «Простодырова». «Успех на вашу голову» или «Как его избежать». И, наконец, «Если ты не осел» или «Как узнать суфия» – суфийские анекдоты. Людей притягивают и такие необычные названия, и очень странный стиль изложения, и, естественно, заманчивое обещание, как избавиться от всевозможных болезней, как разбогатеть и прочее. Стиль у Норбекова, как я сказал, весьма необычный и странный. К тому же изобилует разными нецензурными, а то и матерными выражениями. Если мы попытаемся их опустить, то вкратце стиль будет выглядеть примерно так. Я заранее прошу прощения за грубые слова, но это почти прямые цитаты из Норбекова, естественно, смягчая те слова, которые он реально использует. Человек открывает книгу и читает что-нибудь вроде того «ты козел». Закрой эту книгу, козел, потому что она не для таких козлов, как «ты» написана. Поэтому ты не трать свое козлиное время, а «закрой ее». Эта книга написана для умных людей, а не для тебя. Умный человек будет эту книгу прочтет и сделает соответствующие выводы. А такие козлы, как ты, должны жить своей козлиной жизнью, помимо моей книги. И так далее, и тому подобное. Естественно, у человека срабатывает психологический механизм, некий такой психологический прием, который запускает этот механизм. То есть человек читает, естественно, он думает, что вот этим самым козлом обзывает не его, а кого-то другого. Он-то умный человек. А чем отличаются умные люди от вот этих самых животных? Тем, что умные люди будут читать книгу и применять ее к жизни. То есть, таким образом, заранее уже человека вербуют в секту Нарбекова. Он еще не понимает, что, но он уже себя относит к тем людям. То есть, собственно, главное различие между умными людьми и козлами в том, что умные, они верят в Нарбекова и в его метод. Простой прием, но, к сожалению, он действует очень на многих людей. Главное, собственно, что можно прочитать в этих книгах, что необходимо записаться на Нарбековские курсы, которые, естественно, стоят денег и стоят больших денег. И на этих курсах человеку обещают все. Система курсов разработана до мелочей. Есть три ступени курсов. Вот они. Согласно рекламы Нарбекова, первая ступень – это водно-оздоровительный уровень. Вам обещается, что в кратчайшие сроки вас устранят причины нездоровья, восстановят гибкость позвоночника, запустят очищение организма, начнется тренировка эмоций, бесконтактный ауто-массаж внутренних органов вас научит. То есть вы сами можете бесконтактно массировать печень, скажем, или желудок, или почки, или еще что-то. А также и укрепление иммунитета, гинекологический, урологический массаж, устранение дефектов кожи, восстановление физической молодости, гимнастику эмоциональной сферы, избавление от очков и прочее, и прочее. Стоит это дорого, но вроде бы стоит того. Дальше есть второй уровень. Это уже подготовительный курс. Главное там – формирование образа молодости и здоровья. Это Нарбековский термин. И освоение психотехники октава. Там упражнения из книги «Канон таинственных наук для будущих властелинов». Нарбеков уверяет, что на самом деле он перевел древний суфийский трактат. И вот это вот и есть, этот его перевод. И там уже человек приобретает некие сверхъестественные способности. Обещается, что он приобретет во время этого курса. И, кроме того, восстановление полностью иммунной системы, душевного равновесия, гармонии во всем, во всех отношениях, ну и, естественно, богатства. Третий уровень – это основной курс. И этот уже полностью нацелен на развитие сверхъестественных способностей. Если первый – больше физические способности, хотя, конечно, и разные бесконтактные массажи. Второй – смесь физических и сверхъестественных способностей. То третий курс, он подразумевает работу, как говорится, с ограничивающими убеждениями. Он дает психологию процветания человека. Обещается коррекция фигуры, включая увеличение роста и коррекция лица. Должно быть пробуждение седьмого чувства. То есть шестое чувство пробуждается раньше, очевидно, имеется в виду интуиция. А седьмое чувство – это когда все чувства объединены воедино. И обеспечить возможность формирования будущего. Формирование будущего – это, например, знать, когда подойти к автобусной остановке, как раз перед тем, как подойдет автобус, чтобы не ждать ни минуты. И много чего другого. А помимо этих дорогих платных курсов, есть еще такие же курсы, которые проходятся по специальной VIP-программе. То есть гораздо более дорогие. Кроме того, есть курс «Мастерская успеха», который проводит лично Норбеков. И он подразумевает, что на него будут записываться предприниматели, люди, которые уже достигли какого-то успеха и хотят достичь еще большего. После этого, после прохождения этого курса, Норбеков рекомендует им всем записаться в клуб миллионеров, в котором он сам первый записался. Уверяет, что первые свои 100 миллионов он заработал еще до того, как он стал открывать эти курсы. Правда, неизвестно, где у него эти 100 миллионов и на чем он их реально заработал, если они есть, но это вот его утверждение. И целый ряд других разработанных курсов. Всего система Норбекова весьма и весьма велика. У него более 600 преподавателей, которые работают в разных городах и даже в разных странах. Когда человек за несколько лет все-таки пройдет все Норбековские курсы, если до этого он, конечно, совсем не сойдет с ума, то ему тогда предлагают записаться на курсы преподавателей, где тоже есть много ступеней. То есть это помощник инструктора, инструктор, помощник преподавателя, преподаватель, старший преподаватель и так далее и тому подобного, покуда не доходит до старшего тренера или чего-то в этом роде. Обычно, когда человек проходит на Норбековский курс, то начинается с того, что инструктор, который его проводит, очень грубо оскорбляет всех присутствующих вместе и каждого по отдельности. То есть таким образом производится отсев. Те люди, которые не выдерживают этих оскорблений, уходят. И, соответственно, зато остальные уже полностью не критическая масса, которые будут полностью покорны воле руководителя. Естественно, платить нужно вперед. И обычно ты оговариваешь, что если ты уйдешь до окончания курса, то деньги ты теряешь. Тем не менее люди уходят, даже соглашаясь терять деньги, которые не выдерживают этих оскорблений. Зато те, кто остаются, уже полностью их. Пример очень простой, то есть прием, который используется, весьма и весьма простой. Это, опять же, то самое платье голого короля, синдром платья голого короля, о котором я говорил в контексте неопятидесятников. Нарбеков говорит, что нужно поверить в его систему, и тогда она начинает работать. Скажем, его курсы по избавлению от очков. Он использует там гимнастику, которая на самом деле является гимнастикой для глаз. Ее разработал американский врач Бейтс в конце 19 века. Бейтс был оккультистом. Ну и какие-то есть упражнения для глаз, которые он разработал. Ну, всегда упражнения для глаз в любом случае полезны. Поэтому какое-то немножко укрепление зрения, возможно, происходит. Кстати сказать, гимнастику Бейтса также использует другой известный псевдоправославный деятель. То есть псевдоправославная была Антоненко. Нарбеков-то он скорее псевдосуфий. Суфий, ну вот, есть такой псевдоправославный деятель Жданов, который борется с алкоголизмом. И очень странно борется. Может быть, нам стоит даже еще про Жданова поговорить отдельно и про его борьбу. К сожалению, Жданов себя именует православным, хотя проповедует он явно неправославную идею. Но помимо борьбы с алкоголизмом, Жданов также дает курсы по избавлению от очков. Опять же, с той же самой системой Бейтса. То есть люди делают какие-то упражнения, но главное впереди. Согласно учению Жданова, все люди делятся на две неравные группы. Меньшая часть – это успешные и процветающие люди, а большая часть – это вот те самые упомянутые мной козлы или ослы, или хроники-неудачники. Это те люди, которые привязаны к своим болезням и не хотят от них избавиться. Они держатся за них, они не верят в то, что они могут излечиться. Хотя Нарбеков предлагает им реальный способ избавиться от этих болезней. Вот, например, избавиться от очков. И вот в конце курса инструктор говорит всем встать и говорит, что сейчас снимите все очки. Я считаю до 10, и по мере того, как я досчитаю до 10, вы увидите, что ваше зрение исправится. Очки вам больше не будут нужны. И тогда, собственно, когда вы это почувствуете, вы садитесь. И вот он начинает считать. Люди садятся. Скажем, несколько человек остаются стоять. Он досчитав, спрашивает, а вы почему стоите? Ну, на зрение не улучшилось. Вот они, хроники-неудачники. Вот они, эти козлы. Вы видите, я предупреждал, что такие люди есть. Идите отсюда. Вам нечего тут делать. Убирайтесь отсюда. И так далее. Люди уходят, зато остальные ходят на ощупь. Но говорят о том, что как им помогли курсы Нарбекова. И как теперь они легко обходятся без очков. Чем дальше, если чем больше Нарбеков использует наименование суфизм. И говорит, что он учит древней суфийской мудрости. Это ложь. Скорее всего, Нарбеков просто атеист. Ну, хотя он по происхождению мусульманин. Но по происхождению он советский человек. И поэтому он, собственно, о ислам он знает очень плохо. Суфизм – это мистическое течение внутри ислама. Которым занимаются люди, очень хорошо знающие Коран. И которые чем дальше, тем больше изучают его. И занимаются разными мистическими практиками. Иными словами, невозможен суфизм вне ислама. Тем не менее, Нарбеков говорит, что неважно религиозное происхождение человека. Он научит его суфийской мудрости вне зависимости от его веры. Это абсолютный абсурд. Семья Нарбеков также называют странствующим дервишем. Дервиши – это суфийские монахи, которые отказываются от какого-либо имущества. Отказываются даже от своего дома. И постоянно путешествуют. Но разбогатевший, раздобревший Нарбеков явно не подходит и под это определение. Поэтому, дорогие друзья, тогда, когда вы столкнетесь с книгами Нарбекова, если кто-то вам будет говорить о том, что эти книги очень важны, и они вам дадут исцеление, либо успех, не верьте. Эти книги являются лишь приманкой для того, чтобы вовлечь человека еще в одну секту. В секту Мирзакарима Нарбекова. Еще раз напоминаю, что его основное заведение, которое он основал, его основное учреждение, которое он основал, называется Институт самовосстановления человека. Институт самовосстановления человека – это еще одно название Нарбековской секты. Ну а сейчас, как всегда, мы перейдем к ответу на вопросы. Наш первый вопрос на сегодня от Ольги Еленой из Латкарина. У нас на работе руководство всех обязало ходить на тренинги по выработке лидерских качеств. Там учат верить в себя и ни в коем случае не сомневаться в успехе. Ведь малейшая мысль о неудаче может ее смоделировать. Я стала бояться своих мыслей. Скажите, эти курсы секта или нормальные полезные уроки успеха? К сожалению, Ольга, вы попали, ваше руководство обязало вас ходить как раз на один из психокультов. Таких сект сейчас очень много. Я вот только что говорил о них, упоминал, и в следующий раз мы будем про них говорить. Как раз о психокультах Нарбеков. Секта Нарбекова – это пример психокульта. Это секта, которая действует под видом тренингов и семинаров. Очевидно, что те курсы, на которые вы ходите, они используют оккультные приемы визуализации. То есть они говорят, что любая мысль материальна. И, дескать, мысли, стоит только допустить, они материализуются и являются в реальной жизни. Поэтому нужно думать только о хорошем и об успехе. Это абсолютная чушь. Такого не бывает. Конечно, если человек в это верит, и он что-то помыслил плохое, подумал плохое, и потом он начинает верить, что с ним плохое произойдет, то, конечно, это рано или поздно произойдет. Потому что он сам уже напрашивается на это. И сам видит во всем плохое. У него уже все из рук валится, и он подавлен. И тогда это, собственно, плохое и происходит. Но это только благодаря самому человеку. Конечно, то, что начальство на работе заставляет всех ходить на такие курсы, это, конечно, грубое нарушение экзота. И по-хорошему вам нужно протестовать, говорить, что вы не хотите ходить на эти курсы, что это противоритит вашим религиозным убеждениям, и отказываться от этого. Если вас из-за этого будут увольнять, то тогда нужно подавать в суд и отстаивать свои права. Ну, с другой стороны, если, понятно, не хочется этого делать, многие не хотят, то тогда лучше уволиться. Потому что курсы эти в конечном итоге принесут вам гораздо больше вреда. Лучше заранее начать подыскивать другую работу. Вадим Павлов из Москвы спрашивает о моем отношении к курсам НЛП и эриксоновского гипноза. НЛП или нейролингвистическое программирование – это некие методы по воздействию на человеческую личность. Должен сказать, что по большей части НЛП является шарлатанством. То есть его изобрели в Америке два компьютерных программиста, которые не имели отношения ни к лингвистике, ни к психологии. И их главная идея в том, что человек является, ну, вот как компьютером. Человеческий ум – это компьютер, и если знать, на какие кнопки нажимать, можно им управлять. Понятно, мы с этим не можем согласиться. Мы знаем, что человек – это не компьютер. И мы знаем, что человек намного сложнее любой машины. И в конечном итоге управлять человеком помимо его воли невозможно. Мы тоже про это говорили. Человек создан Богом свободным. Он создан по образу и подобию Божию. Его личность всегда остается даже в самом порабощенном состоянии. Все равно человек может вырваться из всевозможных вот этих вот ловушек. Но НЛП бывает очень разный. Собственно, это некий такой сейчас раскрученный бренд, поэтому очень многие считают, что используя его, называя его, они могут привлечь в себе больше людей. Поэтому под этим видом может скрываться все, что угодно, начиная от каких-то простых психологических советов и до различных оккультных методик. Элексинянский гипноз, я говорил о нем тогда, когда мы говорили о неопиесятниках и о тех методах, которые они используют. Это один из видов воздействия на человеческую личность. Но я еще раз напоминаю вам всем, дорогие друзья, о том, что невозможно на человека воздействовать, если он этого не хочет и не желает. И, наконец, вопрос от Ирины из Ржева. Она спрашивает, знаю ли я раскаившихся лидеров сект? Знаю ли я кого-нибудь из них, кто пришел к истинному Богу в православную церковь? Нет, Ирина, не знаю. Я знаю многих членов сект, которые ушли из секты и пришли в конечном итоге, вернулись в православие или стали православными, хотя это было им очень сложно. Но вот раскаившихся лидеров сект я не знаю. Наверное, лидеры – это самые несвободные люди в сектах. Потому что если у рядового члена хоть и мало шансов, но все-таки есть шанс, какие-то шансы, что они выйдут из секты, то у лидеров, лидеры – они рабы своего положения, они привыкли к своей безграничной власти, они привыкли к тем деньгам, которые у них есть, они привыкли к своему уровню жизни. Эта власть – самый сильный наркотик. Отказаться от нее очень-очень сложно. Ну и в конечном итоге, конечно, они рабы сатаны, которые помогают им удерживать власть над членами секты. И поэтому, ну, теоретически, наверное, все возможно. Но я не знаю ни одного лидера секты, который когда-либо из нее вышел и тем более покаялся и скромно стал бы просто рядовым членом православной церкви. Никаким лидером нет. На моей памяти таких не было. На этом мы заканчиваем ответы на поступившие к нам в студию вопросы. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч на канале «Радость моя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова